1 декабря, свой день рождения, партия отметила расширенные встречи с избирателями. Прежде всего, с теми, кому нужна помощь. У Светланы как раз такой случай. Как жить дальше, она не представляет. В спешке бежали из Луганска. На глазах слезы, в руках дрожь. Очень благодарна Путину. Мы когда бежали из Луганска, нас единственное спасли только на границе Донецка, Ростовской области. Нас спасли. Мы бежали ночью. Нас там так встретили хорошо. Помогли нам добраться сюда. В Анапе отлично приняли. Когда мы были в церкви, я там плакала. И меня услышала женщина, которая живет на крепостной. Ее фамилия Кузнецова Мария. Мы ей очень благодарны. Кузнецова Марии. Она нам дала квартиру бесплатную. У Виталия похожая ситуация. Дом разрушен. Жить негде. Сейчас получают нужные документы, чтобы устроиться на работу официально. Летом мы смогли себе заработать. Мы не просим деньги. Нам не нужны деньги. Нам не нужна никакая помощь. Нам нужна помощь одна. Дать возможность заработать себе деньги. На прожиточное минимум хотя бы. Было. Мы нашли возможность работать неофициально. Ну, так, возможность была. Мы заработали. Ну, время идет. Необходимо жить за проживание платить, на питание. Все. Одеваться уже зима. Приехали, было еще тепло. Надо себе надежду заработать как бы. Местные жители обращались с насущными проблемами. Но не только с личными. Многие ратуют за благоустройство города. Любовь Лукьянчикова просила сделать тротуар около дома. Ходить по обочине дороги невозможно. Везде машины. Место очень оживленное. Жильцы очень озадачены этой проблемой. Потому что ни с коляской пройти, проехать. Ни с детьми пройти. И просто престарелым людям. Молодые, они быстро реагируют. Как-то и отскакивают или крутят головами. А люди преклонного возраста, они, конечно, замедлены в движениях. У Валентины тоже сложная ситуация. Борется за наследство 10 лет, которые, по ее мнению, отняли несправедливо. Второй раз она приходит со своим вопросом в Единую Россию. Отец продал наследство. Отнял сначала у сына инвалида, у которого полчерепа нету. Трудовое увечье. Черепно-мозговая травма. Воспользовался его инвалидностью. И продал в 2011 году. А в 2013 сам умер. А теперь сын без наследства. И я вот такой старый человек на костылях. Я не могу доказать, где законы, где правда. Чтобы выслушать каждого и дать определенный ответ, требуется время. Проблемы, волнующие жителей, очень разные. Люди не идут к депутату, к представителям власти с радостными вестями. Они идут с просьбой оказать помощь. В любом случае ни одно обращение не останется без внимания. В основном много обращений, касающихся жилищного законодательства, земельных отношений, касающихся каких-то юридических вопросов. Ценность мероприятия того, что люди смогли, все желающие, которые хотели бы получить помощь, ответы на вопросы, которые их волновали, они сегодня смогли это сделать. Практически прием ввели, начиная от депутатов Государственной Думы, заканчивая нашими депутатами, руководителями комитетов, наши советы города-курорта НАПА. В работе, в приеме принимали участие представители администрации, руководители, начальники управления, начальники отделов. И это оказалось очень ценным. Почему? Потому что, если по жилищным вопросам, то отвечали представители управления ЖКХ. И отвечали профессионально, грамотно и давали стерпающие ответы. На многие вопросы посетители получили ответы сразу. Те, кто не успел подать заявление со своим вопросом в единый день приема граждан, могут записаться в другой день. Еженедельно по расписанию депутаты проводят прием и отвечает на вопросы, которые интересуют жителей. График работы общественной приемной можно посмотреть по адресу улица Крымская, 125.